Ну вот я дома сижу, жду врача. Заявку сделали в поликлинике за это время. Успел поспать, успел ютуб посмотреть. Пробовал дозвониться поликлиника, чтобы уточнить, будет врач или нет, потому что жене вызывали, так и не дождалась. Дозвонился с большим трудом, ответили, все-таки не могли долго понять, что от них почуя, какой вопрос. Объяснил. Ну сказали, ждите, для его позвонят или приют. Температуру меряем ртутными градусниками, потому что электронные как-то не улучшают. 35,7. Интересно. Ну, в общем-то это, если действительно запрут на две недели, это будет жестко. Блин. На кино-то я посмотрю, но и кем надо будет что-то какое-то занятие искать. Смотрю на велотренажер. Может быть пузо маленько своего беру, которое из-за лени выросло. Поджимаюсь. Так что, если чем, может быть, маленечко своей формой займусь. Ну а пока жду. Жду врача. Здравствуйте. Оператор колл-центра мониторинга пациентов при ОРВИ и КОВИД. Меня зовут Полина. Как я могу к вам обращаться? Здравствуйте, Полина. Я Вячеслав. В пятницу на предприятии проводили тесты на определение коронавируса. И вот у меня положительный результат. Сегодня меня отправили домой. Я проживаю в лесной поляне, в гульварке Дровой. С утра сделали в регистратуре, именно не по телефону, а в регистратуре сделали заявку на врача. И времени вот сейчас 17.35. То есть я звонил туда, мне сказали, либо позвонят, либо приедут. То есть врача нет. То есть какие мои действия? Я же по факту сейчас должен уже дома находиться, потому что положительный результат. Да. В то же время мне больничный лес нужен. В данном случае я хотела бы узнать, вы получали предписание от Роспотребнадзора? Ничего не получал. Вот у меня только на руках выписка на производство, который мне дали. И значит здесь исследовали РНК коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен. В первую очередь надо заботиться о уточнении получения вами вот этого предписания. Потому что в предписании есть такое предписание от такого-то, такого-то числа. От такого-то, такого-то числа вам в последующем откроют больничный. А где я должен получить его предписание? Его выдает Роспотребнадзор. И вот для того, чтобы узнать, когда вы его получите, и почему до сих пор его нет, нужно обратиться уже в Роспотребнадзор. Могу дать вам номер телефонов? Давайте я запишу. Смотрите, горячая линия у них 8, 800, 300, 46, 24. Повторите что-нибудь? Да, 8, 800, 300, 46, 24. 46, 24. Это и горячая линия, да? Смотрите, но на данный момент она работает, смотрите, в понедельник, в четверг с 8 до 5. И у них перерыв с 12.30 до 12.30, а в пятницу с 8 до 5.30 работает. Так, а в пятницу с 8 до 5.30, да? Да. Так, в 5.30, да. С таким же перерывом. И смотрите, есть еще единый конституционный центр Роспотребнадзора. Ну давайте. Он круглосуточно работает. 8, 800, 555. Но я звонил на горячую линию. Это меня вот отдали ваш номер телефона, и вот я теперь вам звоню. То есть они мне тоже сказали, что я должен обратиться в лечебное учреждение, где мне должны назначить лечение, и затем уже дальше. Ну вот смотрите, именно мы, это кул-центр, то есть мы обрабатываем обращение населения, в течение примерно суток обрабатывает уже поликлиника после того, как мы их передали. И в дальнейшем, если у пациентов обнаруживается в лечебном ситом, и с ними связывается врач. В вашей ситуации нужно получить постановление от Роспотребнадзора, на основании этого постановления уже просить оформить больничный. Далее, также Роспотребнадзор, когда выдает предписание, он также отправляет ваши документы в поликлинике, как по месту вашего предсветления, так либо по близкой к месту вашего проживания, для того, чтобы вам уже пришел врач, назначил лечение и ввел над вами контроль. То есть сегодняшнее мое ожидание, получается, было впустую, да? То есть я должен был вначале, чтобы меня Роспотребнадзор зарегистрировал как положительный... Нет, ваше ожидание не было зря, просто, возможно, они не смогли сегодня из-за загруженности. Я говорю, что для того, чтобы у вас было все хорошо с документацией, то есть с получением больничного и всего прочего, чтобы не было потом каких-то осложнений в получении и всего прочего, нужно вот озаботиться уточнением, когда вы получите предписание от Роспотребнадзора. Потому что это значительно поможет с дальнейшим как лечением, так и больничным. Так, теперь я вот все-таки до конца хочу понять. Значит, вот номер 8-846-24, который вы мне дали, это я должен буду позвонить в Роспотребнадзор сам и сказать о том, что вот у меня, да? Да, у вас есть положительный тест. Вам должны были передать документы, мне нужно вот описание. А документы должно передать именно медицинское учреждение, которое проводило это обследование? Да, 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 в случае положительных результатов оно должно было им передавать. А звонить теперь я буду уже только в четверг с 8 до 5, да? Нет, работает всю неделю, то есть понедельник, вторник, среда, четверг, это вот по расписанию с 8 до 5, а вот в пятницу с 8 до полтретьего можно тоже с ними так связаться. Есть еще вот единоконсульсационный, круглосуточный. Вот который 55, там сейчас минуту... Да, 8-8455-49-43. А, он круглосуточный. 49, так, 555-49-43, да? Да. 49, 43, то есть туда я могу прямо позвонить сегодня, да? То есть и там по сути они точно... Вот по этому номеру можете попробовать прямо сегодня позвонить. 49, 43. То есть и они когда уже передадут информацию в лечебное учреждение, тогда уже ко мне придет врач наверняка? Или... Тогда уже, да, должен приходить наверняка. А все это время я сейчас должен быть сидеть дома и никуда не высовываться, правильно? На данный момент да, потому что у вас положительный тест. Понятно. А если все-таки не придут врачи, что тогда? Смотрите, в случае их неявки вы также можете обратиться в Роспотребнадзор с обращением к тому, что вам было предписание, должны были прийти врачи, они там вам скажут, какие примерно сроки они должны прийти, в течение 5-10 дней должны вот после постановления прибыть врачи. Это на мазке, а в вашем случае это будет еще раньше, то есть от 2 до 5 дней как-то должны были, будут прийти к вам врачи для диагностики и для всего прочего при получении постановления. В случае, если вот в указанные сроки их не будет, то это тоже обращение в Роспотребнадзор с обращением с того, что не проводится работа с вами. Скажите, а вообще вот на какое время я должен буду изолироваться, чтобы никуда не ходить, никого нет? Какие-то сроки же все равно же, вот я слышу, как 2 недели, на сколько это? Да, в основном это 2 недели. И раз у вас тест за число, то есть ваше предписание будет от числа от получения положительного теста, и вот эти 2 недели, в принципе. Как это должно быть? Ну, это в случае проведения какого-то лечения, или даже просто я просидел дома 2 недели, ничего не лечился, если у меня нету никаких симптомов? То есть это... Ну, вот в случае положительных тестов, то есть все уходят на вот изоляцию. То есть это даже независимо от лечения, через 2 недели я могу уже... Или все равно я должен буду повторно сдавать же, да? Ну, вот по заключению предписание, то есть вот так вот от числа начала предписания, то есть от такого-то, такого-то числа, и там прибавляется 2 недели, и там уже все, заканчивается предписание, можете выходить, что... Ну, понятно. В данном случае. Ну, понял, значит, я сейчас тогда попробую звонить опять на горячую линию по поводу предписания, и чтобы мне уже открывали больничный лист, и приходил медицинский работник для определения необходимого... назначения необходимого лечения, правильно, да? Да, вот в данном случае тут такое у тебя, да. Ну, все, понял, спасибо. До свидания. Спасибо за обращение, всего доброго. До свидания. Ну, вот, то есть все слышали. Теперь, теперь буду опять звонить в Роспотребнадзор. Я не знаю, может быть, я напрасно устраиваю это кипиш, но нам всем говорят, что если ты положительный, то значит надо изолироваться, не подвергать людей, которые окружают тебя вот этому риску, и в то же время я понимаю, что должны какие-то производиться действия в отношении, допустим, от меня в плане того, что либо лечение, либо наблюдение, либо в конечном итоге снятие вот этого статуса, инфицированного там, ну, или как угодно. Ладно, сейчас я тогда буду звонить в Роспотребнадзор и посмотрю, что они мне на это ответят и дошла ли до них информация о том, что у меня положительный. Хотя в то же время, значит, вот на этом заключении написано, что результаты исследований не являются диагнозом необходимой консультации специалиста. То есть вот так вот. Поэтому вроде как все неоднозначно и в то же время симптомов, вот выраженных каких-то симптомов у меня нет, ну, за исключением кашля, который у меня, как я уже говорил, мой родной бронхитный. Но есть результат, и я считаю, что все-таки нужно следовать этому. Поэтому буду сейчас действовать дальше, что из этого выйдет.